Слушай, не буду выключать, может быть в этом видео, меня все просят, чтобы ты рассказал о себе, где родился, как пришел в спор, почему ты... Давай сейчас как-то сделаю. Сейчас, раз, два, три. Физкульт, привет, друзья и ученики. Наконец-то закончились каникулы, Стефан вернулся. Мы снова с ним общаемся на разные интересные темы, которые интересуют меня, которые интересуют вас. Вопросы вы задаете в комментариях. Стефан, спасибо ему большое, делится с нами. Стефан был не просто на каникулах, он был в Бразилии на семинаре, где встречался с очень интересными, с очень высокопоставленными людьми в сфере спорта, политики, но он нам сейчас сам расскажет лучше, где был получен им сертификаты, медали от людей уровня министра физической культуры и спорта. Расскажу лучше Стефан сам, как ты отдохнул? Окей, ребята, я обратно был в Бразилии, три недели, каникулы. Но ты работал. И еще работал, да, с семьей там отдыхали чуть-чуть и работал много. Я читал семинар, и у нас есть учреждение, которое регулирует все физическое воспитание в стране. И в наш штат, Парана, штат Парана, есть 30 тысяч профессиональности уровня бакалавра. И там было новое учреждение, сделали новое здание, создали здание, 6 этажей, очень красивое здание. И пригласили меня, чтобы не только читать лекси, но еще я получил там сертификат с наградом. То есть можешь посмотреть, Стефани Беллони. Медаль в следующий раз покажешь. И медаль тоже покажу в следующий раз. Было очень-очень интересно. Это учреждение, и человек, который дал мне медаль, он отвечает, он президент за все штаты, 30 тысяч профессионалов. И тоже президент международный, для всей Бразилии. И у нас 500 тысяч зарегистрировано. Нет, только в Бразилии. Только в Бразилии 500 тысяч зарегистрировано. Профессиональных тренеров. Профессиональный с бакалавр степени, да, зарегистрировано. Минимум бакалавр, может быть, несколько больше. Это те люди, которые имеют право быть тренерами, обучать людей. То есть, получается, у вас в Бразилии тот, кто учит других людей, дает знания, он регулируется государством его знания. Да, он должен получить, как у врачей, например, есть свой номер, есть номер ID, и он должен быть зарегистрирован, чтобы работать. Если нет, арестуем. Почему я спрашиваю, это очень интересный вопрос. Вот в прошлом году люди, кто в сфере фитнеса в России, кто понимает это, тоже подали петицию в правительство, чтобы именно государство регулировало, кто может тренировать. Были определенные тесты, экзамены. Ведь это как доктор. Ты можешь навредить человеку. Да. Это очень хорошо. У вас это уже давно, да, в Бразилии? Уже есть в Бразилии, я думаю, что 25 лет, а вы штаты 15 лет, поэтому дали это. В Америке? Нет, вы штаты в Парана, мой штат. Кто не знает, может, как я, в Бразилии, как и в Соединенных Штатах Америки, тоже штаты? Несколько штатов. Есть 26, мы только что смотрели, 26 штатов. У меня штат Парана, это один очень большой город Куритиба, где все Андерсон Силва, Вандерлей Силва, все пришли, Шогум Руа, все люди, которые очень хорошо, наш штат, очень сильный, мой город, именно, очень сильная школа по боям. Что вышли в свет две мои книги, отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия Фак Фитнес, вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Еще тоже сказать, семинар, который я читал, Алексей, по своей книге, если вы запомните, Эвертон, соавтор, Эвертон, он главный тренер физически подготовки, теперь в American Top Team. Раньше был я, теперь он занимает это место, он работал лично с Аманда Нуни, за Аманда Нуни теперь самый лучший боец-женщина в мире. Она только что вывела Cyborg, и тоже было два чемпиона PFL, это турнир, по один миллион долларов здесь в США. И два боя мы выиграли, Нейтам Шут и Филипп Линс, и тот и другой работал с Эвертом, и будет там на следующей версии нашу книгу, уже с фотками все эти ученики. Поэтому обязательно посмотрите, что мы говорим тебе, это наука, которую прикладываем на практику и получаем, люди выиграют, она самый лучший в мире, Аманда Нунис, посмотрите в интернете. И Нейтам Шут только выиграл турнир по один миллион долларов, и Филипп Линс только выиграл еще турнир, тяжелым весом уже по один миллион долларов, на следующий день. Это к вопросу о том, что это не просто теория, а это действительно уже практика, которая дает свои результаты, и спортсмены уже не один год, уже не один десяток лет побеждают других великих спортсменов. Поэтому, друзья, вот наша старая школа, она, конечно, тоже хорошая, бери больше, кидай дальше, но это не научный подход. Вы все равно упретесь любым в стену вашего потолка, а чтобы пройти дальше, бегать больше, прыгать дальше, вас не даст вам результата. Нужны специальные технологии, о чем вот Стефан рассказывал и постоянно рассказывает. И только с помощью специальных технологий вы сможете шагнуть за предел, установленный вам природой, да? Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Друзья, а сегодня Стефан расскажет о себе. Вы давно меня просите, чтобы я попросил Стефана рассказать, как он пришел в спорт, где родился, чем занимался, почему стал заниматься именно единоборствами, как он связан с футболом. Вообще, в общем, Стефан, расскажи, пожалуйста, подробнее о себе, где ты родился, как ты рос, где учился, какие у тебя были мотивационные стимулы. Ведь ты не только отучился в Бразилии, ты еще поехал в Россию, учился, знаком с Виктором Николаевичем Силуяновым, стал его не только учеником, но еще и партнером. Мы вместе уже разрабатывали книги, да, и свои технологии внедряли в жизнь. Это все людям очень интересно, поэтому чем подробнее ты себе расскажешь, тем, наверное, у тебя больше поклонников еще появится. Окей, я с удовольствием здесь работаю с Егором, очень хороший друг, и его клуб очень хороший тоже, поэтому мне с удовольствием здесь показать, сказать, о чем и как я все начал. Я сам из Бразилии, да, я иногда вижу в комментариях, люди говорят, мои акценты, но я говорю по-португальски, по-английски, по-русски, по-испански, поэтому это несложно. Люди не слышали, как я по-английски говорю. Да, они думают, что да, можно быть по-лющению, да, конечно, но это непросто. Это говорят люди завистливые, нормальные люди очень ценят тебя, ты видишь в комментариях, сколько приходит положительных отзывов, люди тебя только благодарят. И, естественно, это помогает моему каналу. Многие пишут мне, что смотрят мой канал только потому, что там есть ролики с тобой. Когда ты родился, в каком году? Вот, я 1980 год, и я сам родился в Рио-де-Жанейро. Да, моя мама и папа, они жили там 20 плюс лет, и после этого переехали в Куритиба, там город, и Куритиба это столица штата Парана, Парана очень большой, у нас только, только в наш штат 399 городов, 399 городов, это очень много городов, да. Бразилия территория огромная. И вот только в городе Куритиба 2 миллиона человек, поэтому маленький, но не очень. 2 миллиона это много. Да, и в принципе нормальный город. Я всю жизнь был очень активный, очень какой-то спортивный, чуть маленький темп. Мне было как, и хотел как драка, и... Энергайзер был. Да, очень много энергии. И это была проблема в школе, потому что все время проблема, и там, и... И моя мама сказала, что, что должен делать с этим парнем, чтобы он был спокойным. И поэтому она нашла школу, мастер Фабио Наугуши, это главный тренер в Наугуши, который был раньше шутер-бокс. Шутер-бокс это очень большая школа по кикбокс. То есть тебя мама привела в бои? Она привела, чтобы было спокойно, и мне очень понравилось, и я начал заниматься, и действительно помог, почему? Потому что наш мастер Наугушин сказал, если ты учишь здесь, ты не можешь драться по улицам, нельзя. Если ты сделай это, и здесь будет проблема в клубе, и несколько случаев... И вы не прогоняют, да? Нет. И там уже ты хочешь драться, то не имеешься драться, тогда... Сколько тебе лет, когда тебе мама привела? 12 лет. 12 лет я начал. Раньше я плавание сделал чуть-чуть. Футбол, наверное, во дворе. Футбол мне очень плохо играл. Я не очень хорошо, мой брат хорошо играет. Футбол и плавание, и тоже баскетбол пытался, но я не получил размер, они все очень высокие. И поэтому уже маршал-артс это было, который мне очень понравился. Большая школа, я так понимаю. Большая школа, серьезно, очень хорошо занимались, если вы увидите, Котел Кубис, это главный тренер по страйке, это Американ Топ Тин, это мой друг, я принес его на работу. И тогда я занимался примерно 7-8 лет вместе с Мастером Ану Гуши, вместе с Андерсон Силва, Котел Кубис, все эти люди. А после этого я начал заниматься жюджицу, потому что начали соревнования, в то время было название Валетуду, потому что все можно. Бои без права. Бои без права, но название Валетуду, называется Бои без права. И тогда жюджицу начали выиграть, потому что люди не знали, и мне интересно было. И сказал, вот это очень круто, и начал заниматься жюджицу, продолжал кикбокс, муай-тай. Но я уже 10 лет, что я получил черный пояс, и уже третий уровень. Это сколько тебе лет было? В 2007 год я получил черный пояс. Я начал в 1997 год я начал жюджицу тренировать. Это уже примерно 30 лет, когда я занимаюсь жюджицу, и 10 лет, когда я мастер спорта. Ты участвовал там в соревнованиях, да? И в Бразилии единственный способ, чтобы увеличить свой уровень и рэнк, это ты должен вступать на соревнования. Я выиграл штат на blue, это... Чемпионат штата, да? Зеленый, это... Не, blue это... Голубой. Голубой, голубой свет, а потом purple. Ты про пояса говоришь? Да, по пояса. И потом brown belt, и после brown belt я получил черный пояс. И тогда уже 2002 год я закончил бакалавр, 4 года учился в университете UFPR, это самый большой штат, 55 тысяч студентов всего. Это уже спортивный университет? Но там есть спортивный... Ты понял, что ты хочешь именно развиваться в спорте, да? Не, это всю жизнь, всю жизнь этот спорт. И тогда в Бразилии по-другому, потому что... В России как чуть... Разный. В Бразилии ты должен учить целый год и поставить экзамен. Если ты сделал экзамен, ты можешь учиться либо бесплатно, либо платно. И я так сосредоточил, что у меня была подруга, и мы ссорились. Я сказал, я должен сосредоточить, что мы поставили. И мы жена сегодня. Да? Начали. Ты с ней познакомился в институте? Познакомился в районе, в Курити. В районе? Да. Соседи. Да. Но я сказал, вот, я должен поставить, и хочу учиться для экзам. А поставил, и в Бразилии, у меня раньше был волос такой же, как Егор, даже было больше. Но в Бразилии это когда ты сделал экзамен, и идешь в университет Anish, обязательно с мужчиной ЗЗЗ. И мне понравилось, и я сказал, интересно. И поэтому... Короткий. Остался уже. Мама никогда не пожалела, что отдала тебя в бои в бокс? не нормально нормально потому что было для меня было очень хорошо и спокойнее и и очень главный момент меня был друг и когда я все все без волос сделать я пасов сказал вот что ты сделаешь сказал вот я просто прошел экзамены и поступил в университете сказал какой курс я сказал физическое воспитание он сказал это плохо сказал почему сказал ты будешь бедный все жизни человек не сказал знаешь это было хорошо для меня потому что все время это было в голове я сказал окей я не буду просто до физически воспитать воспитание преподаватель там в школах который в бразилии не хорошо работа зарплата сказал я буду дальше и поэтому я начал еще учиться и учиться и работать и потом меня там было курс до три профессора которые учились тоже из бразилии которые учились в россии а ты так узнал о россии а силуянове пока силуянов не знал и тогда они прошли курс и они там читали лекции сказали вот есть три места которые ты можешь сделать магистратура который хорошо для профессии первое место это сша сша очень красиво все все интересно культура но затем дорого а есть второе место это германии 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 и там тоже хороший с нами чуть-чуть дешевле чем в америка но так и если третье место которые из на ней очень высокий хорошие люди дешево 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 но затем язык очень сложный и я так вошел дома и разговариваю тоже сам историю мой отец отец сказал тогда уже решили я сказал что ты идешь в россию я сказал а как язык это твоя проблема я пошел и после когда я я пришел уже в россию ты приехал в россию я считаю ты не знал языка не знал язык вообще и один год у нас было пять-шесть часов каждый день там подготовительный факультет там в риговке российский государственный университет физической культуры и спорта и там я учился и после этого еще три часа дома домашний задание к я познакомился с несколько спортсменов павел пашкин мой очень хороший самый лучший друг поэтому у нас несколько работа вместе и фит сомбо мы работаем вместе и познакомились и паша очень благодарны что он помог мне и сделал чтобы я там лучше разговаривал и в дороже вам потому что это сложно для рожить берез тем более культура очень-очень сложно проблем проблем не было в отношениях с русскими а сначала да потому что в бразилии мы более критыми работами мы разговариваем люди там более по-серьезному сначала мука что это уже 2002 год понимаешь сколько лет назад и и после этого я познакомился силу и она огромный интеллект голова такая сильная и он дал задал меня несколько вопросов и ответил на английском даже не успел поговорить на русском и он чуть понял сказал окей давай будем работать а с ним уже получил приз на конференции единственный иностранец который получил первое место на конференции молодых ученых 2005 год это был я и в истории больше никто не было до меня и после меня это очень сложно между магистром русский между аспирантов было очень большая конкуренция до получили даже не знал они просто сказали сделать хорошую работу я это уже в бразилию я уже сделал все данные информации которые я получил вместе уже связаны с силовыми подготовками и футболистами почему не потому что мне интересно футбол soccer но силуянов очень интересно и борьба и несколько спорта но футбол но сказал мне в бразилии очень много футболистов поэтому тебе будет легче работа и затем если я не получил работу например я смог работать с футболом и получать получить хорошие деньги поэтому сказал окей все получается и так и сделаем с футболом сколько лет ты провел в россии в россии три года подряд а после этого 2005 году я смог работу за диссертацию для пьеды за четыре года но не успею потому что после этого я вернусь обратно в бразилию на чо работа работа с профессионально чемпион по боксу эдсон форма несколько лет выиграли и потом уехал в америку марселу брито тоже чемпион недавно выступал в россии и он выиграл и было в это время хермис франко хермис франко он выступал он был номер один номер номер два в ufc выступал против чем шарк маршу шарк чемпионы и все в 70 лёгко весовой категории он пригласил мне чтобы работу с ним и мы приехали сюда я начал работу вообще не хочу плохо сказать но он не сделал что он обещал и у нас была сложная ситуация моя же моя же моя жена уже это который давно она тебя ждала все эти что а потом женились потом она приехала ко мне и она беременна и у меня работа не идет денег нету я посмотрел что бывший тренер america top team ушел за работе и он такой-то странный парень могу так сказать я увидел пошел в интернете и сказал плохо об america top team я видел по интернет я не знал и сказал окей а теперь я туда пойду и позже по разговариваю с мастером ликардо либорио мастер конан и дали мне только 30 дней чтобы показать работу 30 дней что ты можешь сделать за 30 дней вообще не смогу ничего но затем я начал спросить у них была проблема с вес как сброс в одессе оказал кей а вы уже тестировали процентный жир он нет а предыдущий тренинг не сделал окей нормально я затестировал за месяц больше 40 спортсменов целый тестирование примерно как мы сделали сегодня определила повторение максимум гибкость процент жира я сделал красивую там таблицу таблицу и дел каждый спортсмен а после 30 дней а либорио обещал мне что даст мне контракт если я выдерживал 30 дней после 30 дней мастер либорио контракт не дал я сказал он сказал продолжай работу они платили мне каждую неделю получила так 2 года чтобы я получил контракт да очень такой сложная ситуация два года ты два года каждую неделю надо работать неделю за неделю неделю за неделю значит им все равно понравилась твоя работа работа 8 лет и потом еще 6 лет работа и работа до всего контракта после этого уже спокойно получил green card за за а престижней работа потому что приготовили несколько чемпионов и было турни сколько и в россии и в добьюсь и было мать браун было до этого и в прайде и все во всем мире и в джиу-джитсу а где как ты думаешь что ты все-таки пожил долго в бразилии ты знаком со спортивным миром в россии в америке где более серьезный подход все-таки именно с научной точки зрения в любом виде спорта на уровне раньше было в россии теперь за за экономик идет переходит в другие страны китая начинает очень сильно развивать все потому что огромная территория поэтому не они берут лучших специалистов приглашаются лиц придавая еще не менее даже интересное было не у меня есть знакома сержи куня тоже счет и бог в несколько лет работа там достаточно хорошо заработал больше 10 тысяч в месяц долларов плюс гостиницы плюс машины все на ней нормально платит там и он работал несколько лет был главным тренер там один команд и но затем а и здесь более организованы потому что в америке теперь более организованы потому что люди люди и знаю что есть возможность идти дальше если они профессиональны поэтому они хотят есть как это уровень который они они могут достигать такого уровня тогда деньги получаются поэтому есть такой-то возможность и люди а где бы тебе хотела жить вот если не брать к примеру деньги там да работу вот где бы ты все-таки жил в бразилии в россии или в воде мне нравится три места россия за наука за все что который я получил я очень благодарны америка хорошо чтобы получить деньги чтобы кормить семье комфортно комфортно очень комфортно но сами люди это бразилии потому что люди веселые вообще без денег и все все довольны все довольны потому что у них нет такого перспектив поэтому не просто просто живут на пляже гуляет я несколько семинаров и силу янов мы были первый раз который силуяна был в океан була сам мой виридо-де-жанейро и асними и дашь була зимой и рассказал силуяна это 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 рона на пляже була ни одного человека на ваде а силуяна меня все равно и прикрепил а потом майами были вместе в португале тоже был я был канаде титалек сербу а в австралии был а в японии джапан но больше всего мне нравится россия сша и бразилии кстати если вы хотите пригласить стефана к себе в институт может быть куда-нибудь на какие-то курсы или даже в какой-нибудь клуб это недорого обращайтесь ко мне в личку я вам скажу как это сделать и стефан придет почитает вам день-два лекции на любую тему связанную со спортом будь то какой-то циклический а циклический вид спорта все неважно и самое главное что все с нами которые получили россия я обратно возвращаю обратно в развращение его не только это у меня большой пуск информатика то я получаю нас очень много сайтов которые у нас мы платим чтобы получить сами современные стать следование которые не выкладываются в общую да они обычно обычно люди не получают а потому что это платье каждый статьи стоит примерно 50 50 долларов каждой статьи мы читаем 5 за неделю понимая это это большой день поэтому я только читал лекс в бразили люди было очень-очень интересно получил награды не видели получу там сертификали наград там у нас учреждений 30 тысяч бакалавр профессиональных и дали нам это да это приз поэтому спасибо ребята и поговорим и став комментарии не будем на тебя если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях обязательно делитесь роликами своих соцсетях stefan спасибо увидимся в следующий раз пока